И всем привет, ребят, с вами Страбанькин, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами катаем на одном очень интересном вооружении, которое я, мне кажется, еще в рамках видеоролика не тестировал. Сегодня мы сыграем на Ареса Гауссе, на том самом вооружении, на котором я в последнее время начал даже играть в турнирах на спорт режиме, на официальных боях в нашем замечательном киберспорте. Сегодня попробуем, потестируем, посмотрим, ну и заодно чуть-чуть потренируемся на этом замечательном вооружении, посмотрим, насколько жестко оно будет смотреться в рамках матчмейкингового боя, расскажу, возможно, какие-то определенные небольшие секретики, связанные с ним. Ну и, конечно же, скатать мы будем не на Кризисе, а будем катать на Гиперионе, будем пробовать реализовывать тот дрон, который на сегодняшний день закристал, я считаю, лучшим, и попробуем удержаться где-то ближе к вражескому респу, пожить, покидать минки, посейвиться, ну и понабивать как можно больше очков. Если получится дать супер крутой результат, будет великолепно, но если что-то где-то не получится, ну, тогда будем немножечко по-другому, возможно, комментировать и смотреть это вооружение, потому что я, честно говоря, помню, что я записывал это вооружение с кемпером, а вот записывал ли я его с Кризисом, либо еще с чем-то другим, я, честно говоря, не помню. Резистов от Гаусса в бою целых 4, наша задача, наверное, будет сейчас больше катать по флангам и стараться искать как раз-таки кучи игроков и накидывать по ним урон. Я пока что одел устройство с как раз-таки пробитием, два противника стоят в одном месте, накидываем им пробитие, но слить их в таком тайминге, конечно, не так уж и просто. Обычно их два выстрела наносим, ну и теперь со сводочки можно было бы как раз-таки молодого похоронить, но он просто-напросто падает вниз. Есть очень крутая разыгровка этого Гаусса с точки зрения того, что вы наносите дефолтные выстрелы до тех пор, пока не наносите пробитие по противнику. Как только пробитие срабатывает, сразу начинаете накидывать ему как раз-таки сводку, но либо же, если вы видите двух-трех противников рядом, то можете уже сразу тоже тушить как раз-таки сводочку и стараться его уничтожать. Вот, например, сейчас пробитие отлично сработало и сразу добавочка с водочкой залетает и мы его спокойнейшим образом уничтожаем. Ну, либо же можно давать один одиночный выстрел, если у противника нет брони и сразу добавлять сводку и это тоже будет ваншот танка. Если рассчитывать с точки зрения перезарядки, Джаггернаут залагивает вражеский, то здесь есть тоже свои приколюхи и в моменте намного выгоднее давать обычные выстрелы, нежели давать сводку. Но есть и прикол с тем, что если вы даете два выстрела обычных, третьим выстрелом со сводки, если противник не прожимает аптечку, вы его уничтожаете. Но мой вам совет также стараться контролировать ваше здоровье, если вы видите, что у вас маленькое количество здоровья и особо большого урона вы дополнительно не успеете уже нанести по противнику, то сразу в этот тайминг лучше давайте именно сводочку. Ну и будем пробовать сейчас еще, конечно же, пробитие есть, сводочка есть, будем давать шар, пробовать уничтожать Джаггернаута. Режим Джаггера, наверное, ну не самый крутой для подобного Гаусса с точки зрения того, что статус эффектовая Гауссина здесь не будет наносить дополнительного никакого статус эффекта как раз таки по Джаггернауту. Но так чисто на накидочку, на аккуратную можно давать спокойно, если еще сейчас поймать тайминг, что он подъедет в упорчик, но нет, тут в упор не будет, но все равно хорошо, хорошо, линия сыграла, добавка есть, если сейчас мы еще под сейв сыграем, еще тычка есть и еще один выстрел, и я по идее должен со следующей сводки уже его уничтожать. Да, есть контактик, супер, супер, уносим, 8 килов у нас уже есть, пока что комбинация себя показывает супер круто, в принципе, как я и рассчитывал, ну и Гиперион как раз таки дает возможность пожить в тайминге. Два выстрела плюс моментальная дополнительная сводка, уничтожение противника, здесь у молодого не было вообще никаких припасов, и по идее я мог сводиться и его ваншотать, но я решил подавать чуть-чуть тычки, не знаю, есть ли у этого молодого человека иммунка от пробития, но там наш тиммейт уже и так влетает. Нет, у него, кстати, иммунки нет отправить, у них вообще у одного только есть, и то у него ГСка маленькая. Так, пробуем с респа сразу дать сводочку, потому что в упоре это сделать можно очень эффективно, и плюс сводка очень круто работает с точки зрения того, что вы, например, можете свестись и спрятаться, да, и пока у вас будет перезарядка, вы дополнительный урон от противника получать не будете, ну либо же просто вы даете подобные тычки, и Гаусс проходит без урона. Ну, тоже, конечно, такой себе прикольчик, так, смотрим, что у него здесь, 700-очка залетает, ах, чуть-чуть, чуть-чуть не долетело, да, по идее, там у него не максимальная прокачка, поэтому я думал, что я как раз-таки смогу его слить, но, к сожалению, мы его не уничтожаем. Так, ДА-шки нет у противника, блин, и ДА-шка появляется именно в тот момент, когда начинаю сводиться. Ладно, даем тычку раз, даем тычку два, нарез походит, ДА-шка, и опять у этого тоже ДА-шка появляется, прожимаем овердрайв, чтобы засейвить себе хп-шку. Ну, и еще одну сводку, и просто откатываем назад, чтобы нам как раз-таки урон данный молодой человек не наносил. Два или три танка сверху стоят, отличную сводочку сразу организовываем. Правда, у меня расходка в том тайминге спала. Два выстрела, и сводка должны уничтожать. Нет, не уничтожают. Тогда на миночку критовую всадим молодого человечка. Сводочку наверх, неплохую оформляем, ну и Зида меня здесь в упоре разбирает. 300 очков, неплохо, 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 пока что очень неплохо. Понятное дело, что когда вы становитесь очень сильно разбалованными скорпионами и громами на дальность, то уже такие результаты вам кажутся не такими уж и жесткими, но в целом результат вполне себе неплохой. Если мы рассчитываем с точки зрения как раз-таки дроны Гиперион, а не Кризиса. С Кризисом, понятное дело, что здесь бы очков было бы больше, но не всегда же нам играть на Кризисе, только на донатном. Иногда надо играть и на тех дронах, которые как раз-таки являются у нас кристальными. Ну и они, в принципе, тоже, я бы не сказал, что себя плохо реализуют. Нормальный, хороший счет, хорошая разыгровочка с ним тоже присутствует. Два противника у нас наверху, по которым как раз-таки можно сводочку залепить, но никак я не могу поймать. Хотел красиво и эффектно на подъемчике втушить, но, к сожалению, не получилось. Также этот Гаусс с точки зрения саппорта очень крутой. Можно очень неплохо давать сводочки по противнику и как раз-таки ваши тиммейты будут уже наносить урон по пробитым танкам и их уничтожать. Если рядом кто-то играет, то, в принципе, эта возможность работает и можно ее реализовывать. Ну а если тиммейтов нету рядом, то вы сами как бы себе можете подсаппортить, сыграть и уничтожить противничка. Ой, как хорошо, что я его сейчас слил. Давайте шарик такой прожмем. Не знаю, насколько он будет эффективный, но чуть-чуть зацепило. Джиггернауту урончик накидали. Отличную сводочку по двум танкам. Чуть-чуть в сейвик уходим. Аккуратненький. Пробитие есть. И Джиггернаут на респе. Супер, шикарно, шикарненько. То, что и надо урона шаром я нанес. Даже при том, что он летел сверху. Рельса прожимает овердрайв. Добавляем 3400 и рельса успешно забирает еще одного Джиггернаута. Сам режим Джиггернаута, конечно, сейчас супер крутой. Но что касаемо самого Джаггера, есть у меня лично большое количество к нему вопросов. И в последнее время я даже видеоролик, возможно, видели на основном канале. Я записал о том, что Джиггернаут сейчас является сам по себе супер слабым и не актуальным, к сожалению. Но это уже вещь такая, знаете, как говорится, все можно изменить. И единственное, только надо чуть-чуть с этим делом поработать. И Джиггернаут может спокойнейшим образом вернуться в нашу мету и стать тем самым вооружением, которым он и был раньше. Ну а Гаусс после обновления стал супер максимально приятной пушкой. Именно такой пушкой он и должен был быть раньше, на мой взгляд. Но он ею стал только спустя, ну, наверное, где-то год, может даже больше прошло. С того момента, как я сам любил эту пушку. Сейчас же она стала прям максимально кайфовой и для матчмейкинга, и для турнирных боев тоже. Этот Гаусс, бывает, дает такую грязючку, которую, наверное, не может сделать ни одна пушка, да. Ну, если бы, конечно, еще ваншоты бы залетали, то было бы вообще идеально жестко. Ну, и даже и без ваншотов, хорошие контентовые результаты эта пушечка показывает. Ну, а Гиперион, ну, это просто сказочка. Это просто супер сладкая темка, которая как раз-таки дает возможность пожить, поиграть, ну, на большую прибыль, на больший результат. Конечно, будет чуточку хуже, чем Кризис, но все равно будет максимально эффективным дроном. Так, закатываем через право, у меня есть еще овердрайв, поэтому аккуратненько сейчас через верх мы как раз-таки его могли бы, наверное, пустить даже вот так. Так, взбреваем два танка и еще летит он как раз-таки по джаггернаута. Не дают свистись, сводка, конечно, моментально. Джаггернаута нынче слетает, но все равно. Попыточка, попыточка неплохая, попыточка неплохая была уносить вражеского джаггера с расстояния здесь со сводкой всегда вообще идеально все залетает и реализуется. Вот по этой катке смотрим по очкам. А у джаггернаута, говорю, у противника у Скорпиона чуточку больше очков, чем у нас, но это Скорпион и это устройство Рой. Оно, конечно, да, оно очень крутое, показывает супер прибыль, супер результат. И, кстати, вот видите, вот так вот выкатывается типовчик, и я ему не успеваю сводку дать, хоть и сводка довольно быстрая, но все равно мне не хватает времени, чтобы эту сводочку произвести. Но если 2-3 танка кучкуются, конечно, этот гаусс уже показывает, кто тут батя и кто тут нагибает. Так, надо сводочку успеть дать? Не успел, к сожалению. Можно было бы добавить под этого молодого человека, который овердрайв свой джинает на меня. Ну, я, конечно, не удивлял, но ладно, как есть, так есть. 3 минуты у нас еще есть, как минимум 1 овердрайв у нас будет, поэтому нужно попробовать его как раз-таки реализовать. Также гаусс со сводкой очень эффективен через трупы. Сводка через трупы реагает и, ну, наверное, я бы сказал, довольно эффективно работает. Но, что касаемо обычных дефолтных выстрелов, то здесь не всегда залетают эти самые замечательные креточки. Но когда залетают, тогда, конечно, все супер круто и супер сладко. 360 очков не хватает нам до 1000 очков. Можем попробовать как раз-таки в эту 1000 попытаться залететь и дотушить. 30-ка киллов у меня пока что имеется в этом бою, не сказать, что много. Ну, пробуем, пробуем еще и еще джаггернаута сливать. Здесь все-таки я больше акцент, конечно же, в жаггера тоже делаю, а не просто на уничтожение противника. Все-таки победа у нас в приоритете и подобные каточки хотелось бы тоже как раз-таки выигрывать. Сейчас попробуем через лево разыграть нашего тима и то уничтожают. Это что такое? А что ты так на меня газуешь, молодой, а? Куда? Куда это мы так едем? Так, здесь у нас молот с оглушением в упоре стоит. Я бы вообще на него бы овердрайв и свой бы ужал бы. Но не захотел я рисковать. Как раз-таки еще Хантер прожал оверочку и не получилось супер реализацию показать. Так, есть у нас здесь на прицеле молодые люди. Отличную сводочку оформляем. 1700 залетает. Ну и попробуем сейчас через право влететь. Имуночка у викинга рикошета. Лодку по нему давать я не вижу никакого смысла. Пробуем накидать по вот этому мамонту. Но там тоже чуть-чуть в подсейф играет молодой человек. Пробуем нанести урончик по паладине Изиде. Который, кстати, может сыграть грязно под возврат. Так, есть два противника. Пускаем шар вниз, чтобы дополнительно 4000 урона нанести по Джиггернауту. И пробуем ему еще сводку добавлять. Если выживаю, то и шикарно. Начинает он от меня убегать за мной. Тоже катит громчик, который хочет меня слить. Но наши тиммейты Джиггернаута сливают. Сводка дорабатывает. Идеально разыграно. Два выстрела плюс добавка сводки. И Джиггернаут вражеский тоже уходит на рез. Это очень-очень хорошо. 50 секунд до конца. Больше вагердрайвов у меня не будет. Но можно попробовать еще какие-то сводки. Какие-то выстрелы подавать здесь. Иногда вот такие вот приколы бывают на гауссе. И если вдруг меня слышит Семен Стрижак, то моя личная просьба, чтобы вот таких ситуаций было как можно меньше. Потому что мне лично непонятно, почему пушка очень часто не наносит урон со сводки. Если, например, это случается в рамках обычного матчмейкинга, то это еще ладно. Но когда такая тема случается, когда я играю в турнире и там... Ну, на кону прям такая, знаете, как уже весомая вещь, да? А не просто матчмейкинговый обычный килл. То становится как-то максимально грустно, когда ты даешь сводку, и с этой сводки у тебя просто-напросто не проходит урон. Поэтому я бы лично хотел бы, чтобы этот баг в нашей игре пофиксили. И чтобы таких ситуаций было как можно-можно меньше. Ну, а что касаемо Гаусса, то в целом эта пушка с момента его обновления так и остается в супер-мете, в супер-балансе. Мне она безумно нравится. И я считаю, что подобную комбинацию можно очень круто и эффективно использовать практически в любом режиме и практически на любой карте. Что это будет маленькая карта, что это будет средняя карта, что это будет большая карта. Со сводки можно и на большой дистанции работать, на средней и маленькой дистанции с обычными выстрелами и с добавлением сводки. Тоже суперэффективно. Плюс большой сплэш и возможность постоянного наноса статус эффектов. Если это Эмми, то сбиваете расходку. Если пробитие, то просто наносите пробитие. Либо оставляете противника без аптечки, либо просто даете ему пробитие от тиммейта и саппортят, уничтожают. Либо сами дорабатываете по противнику. Вот такой вот геймплей. Вот такой вот интересный обзорчик у нас сегодня получился. Пишите, что вы думаете по поводу Гаусса. Поддерживайте обязательно. Да, на видос лайком, если вам нравятся наши замечательные обзоры. Пишите, какие вооружения хотели бы вы увидеть также в ближайшее время. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Лайкозавры, конечно же, приветствуются. Ну и не забываем про текст создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мы личный тег, это тегтимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч там коинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.